Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз криптовалютного рынка на 26 апреля. Давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке. Биткоин, как вы видите, начал немного подрастать, вышел он к отметкам 28 500, но сейчас немного корректируется. И, естественно, вопрос, который тут сразу же назревает, это истинное ли движение, то есть начало уже дальнейшего импульса вот этого всего глобального восходящего тренда, или пока только ложное движение наверх, которое в последующем приведет к более низким котировкам. Итак, давайте начнем с каких-то позитивных факторов, наверное, а закончим тем, что на самом деле у нас здесь происходит. Ну, из позитивных факторов, я думаю, вы сами их уже видите, потому что на них направлена вот эта вот огромная стрелочка. Это достаточно хорошее движение, ложное за 27 тысяч долларов. И его не стоит недооценивать, потому что любое подобное движение, то есть которое формирует противоход и в дальнейшем выстреливает в обратную сторону, оно чаще всего говорит о том, что рынок у нас здесь готов как минимум к неплохой коррекции уже вот этого нисходящего движения, то есть как минимум к небольшому росту, а как максимум, в общем-то, к возобновлению вот этого всего восходящего тренда. И, честно говоря, я так, ну, в первую очередь так и подумал и решил, что неплохой идеей будет здесь уже возможно какой-то среднесрочный лонг набрать. Однако в дальнейшем я уже начал разбираться чуть более подробно и здесь, ну, на самом деле факторов негативных довольно много. Начнем, наверное, с того, что в рамках вот этого вот движения нисходящего и в рамках вот этого вот бокового движения здесь набралось довольно большое количество шорт-позиций. Открытый интерес шорт здесь очень большой, при этом один из последних шорт-сквизов был у нас лишь 18 апреля. Это на минуточку, ну, практически, ну, больше, чем неделю назад. Причем шорт-сквиз был здесь такой довольно скромный и причем с похожей очень структурой. Если вы здесь увидите, тогда мы ложно вот здесь вот пробивали 29 тысяч, там, 200 долларов вот таким вот движением. И также сквизанули наверх, после чего был вот это вот все падение с 3500 до, там, 27200 долларов. И его, по сути, никаким образом еще не сквизили. Поэтому это движение выглядит сейчас, ну, более логично, как какой-то сквиз вот этих вот шорт-позиций. И, возможно, даже будет еще немного выше. Ну, самый очевидный уровень, который здесь, безусловно, есть, это где-то 28800 долларов. Он также бросается в глаза на более крупном, там, 4-часовом графике. И вот это движение, оно выглядит довольно логичным. И, скорее всего, будет еще в 1-2 импульса. Возможно, даже сложным пробоем 28800 долларов. Но в дальнейшем, скорее всего, у нас еще небольшое падение здесь ожидает. Также еще один из немаловажных факторов это рассинхронизация с, раскорреляция, точнее, наверное, с индексом NASDAQ. Которая здесь у нас произошла за последние, ну, по крайней мере, за последний день уж точно. То есть, NASDAQ у нас был сугубо отрицательным, причем упал довольно сильно, вышел за ключевой уровень. То есть, ну, в принципе, все в рамках наших ожиданий. Но так или иначе, он вышел за эти ключевые уровни, довольно сильно упал. Тогда как биткоин у нас это не почувствовал. И при этом такой даже противоход здесь поймал. Поэтому, с учетом, как бы, тенденций, наверное, последних месяцев, что они двигаются практически синхронно, это рассинхронизация, ну, не всегда, но в большинстве случаев двигаются практически синхронно. Это выглядит довольно подозрительно. Как будто, действительно, биткоин здесь, как бы, глобальное направление движения особо не менял. Но, ввиду открытого большого интереса в шорт, здесь решил немного, ребят, подсквизить. После чего снова или вернуться в рамках вот этого бокового движения, или уйти, наконец-то, к уровням, которых я конкретно жду. Это отметки около 26-27 тысяч долларов. Потому что выглядит это, ну, наиболее правильно сейчас, на мой взгляд, со стороны крупного капитала. Это выбить вот эту вот, наконец, зеленую зону, где большое количество стоп-родеров есть. Но, скорее всего, то есть, мое представление того, что сейчас на рынке происходит, Скорее всего, здесь, действительно, уже баланс лонгов-шортов очень сильно изменился в рамках вот этого боковика, в рамках вот этого сильного движения. И просто шортистов стало чересчур много. И стало их выгоднее просто сбривать, нежели тащить еще цену немного ниже, там, на 26 тысяч. Ввиду чего мы видим вот это вот движение. Здесь уже, соответственно, во-первых, побрили шорт-позиции. Во-вторых, здесь многие, как бы, видя подобное движение и видя практически идентичное повторение фрактала, который у нас был вот здесь вот в середине марта, то есть, с таким же точно выходом, то есть, видя, как бы, очевидное сходство, да, очевидное сходство, вот между этими двумя ситуациями сейчас начинают, наоборот, перезаходить в лонг. В итоге набирается больше ликвидности, нежели было здесь изначально, причем в разы больше. Шортовой ликвидности становится меньше. И это создает, как бы, дополнительные факторы для того, чтобы здесь пройти чуть пониже. Но, как обычно, естественно, я здесь могу ошибаться. Возможно, мы сейчас резко стреляем наверх, все будет хорошо и прекрасно, и все золотятся. Но, конкретно, мое видение ситуации, оно пока не изменилось, и мне кажется, все-таки, более правильным для рынка пойти еще чуточку ниже. Однако, как я вам говорил в предыдущем видео, здесь всегда нужно более гибко подходить к вопросу, поэтому у меня, ну, по биткоину среднесрочной позиции я так и не решился набрать. Но инвест часть немного закинул еще позавчера. И, возможно, буду это делать, если рынок у нас сейчас будет пробивать 29 тысяч долларов. 29 тысяч долларов выглядит очень такой, ну, критически последней точкой, за которую уже рынку сквизить смысла особого нет. И если рынок у нас будет продолжать движение дальше, то я ожидаю, в общем-то, неплохого импульса. Здесь давайте его лучше покажу на более крупном графике. Смотрите, если мы в итоге повторяем вот этот вот фрактал, да, то мы можем рассчитывать на следующую волну, которая, вероятнее всего, будет несколько меньше вот этой, просто потому что это, скорее всего, будет одна из завершающих волн вот этого всего восходящего движения. Ну, и, соответственно, здесь и коррекция была поглубже, а здесь она так как поменьше, скорее всего, и обновление максимум будет тоже поменьше. Поэтому я бы, честно говоря, рассчитывал на движение где-то около 7 тысяч долларов, 7 тысяч долларов именно с фрактала. И, наверное, это где-то 34, да, 34, 34, там с чем-то, 34, 100, наверное, 34, 200. И как раз здесь нет, никаких как раз нет, просто цена выходит к таким неплохим уровням, выходит за вот эту вот предыдущую остановку. Ну, а дальше там уже развитие долгосрочное. Я, в принципе, в Телеграм-канале описывал порядка там нескольких недель назад, наверное, не знаю, раз в год пишу. Ну, вот, там я описывал свое дальнейшее видение по как раз-таки BTC. Вот, по NASDAQ, значит, скорее всего, сегодня сессия будет, ну, чуть более позитивная. Скорее всего, такого падения уж точно не будет. Будет или небольшая фиксация, или будет небольшой гэп вниз, который немного перекроется. Но, так или иначе, вот эта вот структура заманушная, она часто посильнее здесь вниз пробивается. И, скорее всего, мы можем видеть там и 12400, или 12500 уже в таком более далеком будущем, после чего рынок у нас только начнет восстанавливаться. Теперь, по эфиру, значит, здесь, причем ситуация, она еще более странная, да. Если по Биткоину хотя бы какие-то сквизы здесь мы ловим, то здесь, по факту, лишь движение наверх в верхней границе. Поэтому выглядит несколько логичным, если Биткоин у нас все-таки даст еще один выход наверх, это спровоцирует, соответственно, эфир, по которому тоже довольно много игроков выбьет вот этот вот хай, после чего пойдет или в рамки этого бокового движения, или пойдет немного пониже. И, в принципе, это бьется со многим. Я здесь склоняюсь, честно говоря, к тому, чтобы шортануть на потенциальном ложном выходе. То есть, если ложный выход есть, мне кажется, шорт здесь оправдан. У него может быть небольшой стоп, мне кажется, 1920-1915, и взять хотя бы повторение 1840, или, возможно, чуть пониже. Вот, поэтому, в принципе, нормально, как мне кажется, по соотношению прибыли к рискам. Вот, сегодня у нас лишь Биткоин и эфир, потому что, мне кажется, ситуация принципиально не изменилась, и нам нужно, прежде всего, по ВДРе здесь отслеживать. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, а с торговой шеей не принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Продолжение следует...